МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля. Глядите вы к этому выпуску. До помощи медикам распоряжением Гомельского обл. Выконгама продукрежено додатковое финансование для набытия сроков индивидуальной оковы и обстрелевания для отшебных установ региона. Новины с полей, аграрой рыхтуют землю под кукурузу и починают сел одногодовых трав. Пожаронебеспечная остановка в регионе пополнился спис районов, где заборонено наведование лесов. А сейчас об этом и иншим больше подробязно. Распоряжением Гомельского обл. Выконгама продукрежено додатковое финансование для набытия сроков индивидуальной оковы и медицинского обстрелевания для отшебных установ региона. В приватности разговор идет об набытии аппаратов штучной вентиляции легких и кислородных ингаляторов. Финансовые расходы на борьбу с коронавирусом установами оковы здоровья в области ожитявляются у межих сроков, продугледженных в бюджете на этот год. Разом с тем, уличывающие сучасную ситуацию, распоряжением обл. Выконгама выдатковое на 417 тысяч рублей для набытия дезинфицирующих сроков и сроков индивидуальной оковы для установ, которые оказывают допомогу пациентам с COVID-19 и контактам первого уровня. А прошедший год отбылось переразмеркование некоторых инших артикулов расходов на набытие индивидуальных сроков оковы для инших больниц. По распоряжению Гомельского областного исполнительного комитета выделено 1 миллион 163 тысячи белорусских рублей на закупку медицинского оборудования, необходимого для учреждений здравоохранения. На сегодняшний день проходит процедура закупки 18 аппаратов искусственной вентиляции легких, гемодинамических мониторов, аппаратов определения кислотно-щелочного состояния. Все это оборудование необходимо для оказания медицинской помощи. Также дополнительно выделено порядка 2 миллионов белорусских рублей на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения. Это и халаты защитные, и маски, и очки, и респираторы. Все то, что необходимо для того, чтобы защитить медицинских работников. Профсоюзы окажут материальную подрымку медикам, которые допомогают людям, хворым на коронавирус. Створен специальный фонд, куда и голеновые профсоюзы перелищивают гроши. Материальную компенсацию отрымают медики, которые лечили пациентов с коронавирусом и сами захворыли. По мере допомоги от 600 до 5000 рублей, в зависимости от тяжкости захворывания. Гроши обещают перелищивать у максимально стислые термины. Чтобы отрымать компенсацию, нужно написать заяву от профсоюзной организации, медустановы и прикласть листок непроцездольности. Аграры региона завершили сев ранних яровых, а зараз рыхтуют землю под кукурузу и начинают сев одногодовых трав. Климатичная обстановка опошних годов вымушает вносить корректировки в структуру посевов. В минулом году спякота знищила больше за 70 тысяч гектаров сельгазкультур. Как ситуация не повторилась, первого отдают кукурузе и иншим засухоустойливым культурам, и это позволит створить добрую кормовую базу. Больше в этом году мы будем сеять проса, немаловажно люцерна, будет размешаться на площади 26 тысяч гектар. Это практически 50% плану севом многолетних трав. Именно под нашу Гомельскую область вот эти культуры уже годами, они дают прибавку в любых условиях. Усё больше места на палетках отводят подголовную кормовую культуру – кукурузу. Зараз рыхтуют глибу, уносят в гноение. Сяубу плануют почать приблизно у середины красавика, коли дозволить на двор. Надежды очень большие, так как всё делаем в оптимальные сроки, семена кукурузы у нас отличные, поэтому я думаю, что урожайность будет очень высокая. Для проведения посевной в регионе створен необходимый запас палева и запчасток для техники. Межтым в регионе распочалась сяуба огородненных культур. Как поведомили у Минсель-Газхарчи, огородненские организации на этом тыне приступают до сяубы огородненных культур в открытом грунте – морквы, столовых бураков, цыбули. Одночасово у господарков протягивается подрыхтовка полёв, вывоз и унесение органики, калийных, фосфорных и азотных угноенев, опрацелка глибы. Закуплены сродки обороны рослин и насение огородненных культур под плануемые площади. Высажено насение для выроживания рассады. Отзначим, у опошли 10 годов в Украине назирается тенденция поменьшения площадей сяубы огородненных культур в открытом грунте, что, до речи, не сприяя скорочению вытворчности продукции. Боураджайность повышается за кошту в Украине новых технологий и готунков. Забороны на наведывание лесов уведено уже в десяти районах Гомельской области. Зараз обмежевания денежаются в Бракинском, Наравлянском, Ельском, Петраковском, Житковицком, Ветковском, Решицком, Жлобинским, Мазырским и Лельческим районах. Чекается, что в ближайший час спис может пополниться. Нагадаем рашение по уведению и снятию забороны на наведывание лесов принимают мясовые органы улады по ходу нествелесо-господарших установ обу районных отделов по надзвучайных ситуациях. Мир обмежевального характера уводится в выпадку установления высокого класса пожарной небеспеки. Головная мета – уведение забороны на наведывание лесов за обеспечение обеспеки грамадян, захованости их майомости, а так само лесного фонду. Министерство лесной господарки нагадывает, что штраф за порушение часовых обмежеваний может досягать 25 базовых величин. В рамках программы «Комфортное жилье» все лета на Гомельшине плануется открыть еще около 5-10 станций обезжелезования. В уголе потребы в чистой пятной воде зараз мают около 200 населенных пунктов региона. Наши корреспонденты подсекали, как выращается эта проблема в Кармянском районе. Станцию обезжелезования увезцы Староград открыли у Снежни минулого года. Подчас будовництва сород мясовых жухаров это был, бадай, самый популярный объект. Во вселяком разе шмат, кто за них приходил сюда не только потекавится ходом работы, але и подяковать за станцию. Вода, яка и шла по инженерных сетках, увезцы, с оправды, была далекой не самой лепшей якости. Узровень железа перевышал норматив у некольки разов. На данном объекте содержание железа было около 2 единиц, но при норме 0,3. По-разному есть до 6. Сегодня Староград чистой пятной водой забеспечен и практически полностью. На выключение складаются некольки домов, которые находятся на Ускрайку. Подводить до их инженерные сетки немытосгодно. Тем более, что колодцы же увезцы так само дейючие. Правда, все-первых, стали выкорыстовывать не так активно, как ранее. Работник коммунального предприемства Кармая, мясцовый же Хар Александр Кухаренко, выказывая огульную думку. Чистая вода саправда изменила житёвя скоуцев. Раньше от кастрюли, скажу так, ржу было не отодрать, а сейчас мы даже в колодцы за водой не ходим себе. Раньше мы ходили, а сейчас нет. Очень чистая вода. Даже вопросов нет. Мы довольны. Вы даже можете опросить не только, как я лицо заинтересованное, а вы можете любого жителя остановить и спросить про качество воды. Скажут, что качество воды гораздо лучше. Потому что эти отзывы я слышу не один раз. В Суре-Тоукармянском районе плануется открытие шетры станции обезжалезвания. Олег Синтюров, Максим Савин, Валерий Хапаньком, телерадиокомпания Гомель, Кармянский район. Гомельская областная организация республиканских громадских объединений «Белая Русь» проводит акцию по ушанованию вязня у нацистских концлагеров и ветеранов Великой Ишиной войны. 11-го СК века означается Международный день вызволения вязня у фашистских концлагеров. Он установленный в память об интернациональном паустании вязня у концлагера Бухенвальд. Усяго, подчас другой Су-Светной войны у лагерах смерти находилися 18 миллионов зняволенных. Больше как 11 з их, у тым-лику 5 миллионов громадян СССР загинули. У гэтая дни областная организация «Белая Руси» наведывает их, кому пасчастила выжить. У якости подарунка харчовый набор. Гэта, до речи, не одна акция, якую зараз проводят активисты громадской организации. За сродки «Белой Руси» сегодня набываются сродки индивидуальной охоты для медицинских установ и дезинфицирующие сродки для установ социальной сферы. Также средства индивидуальной защиты для работников территориального центра социального обслуживания населения железнодорожного района, которые на сегодняшний день также активно работают в рамках прямой и горячей линии, которая работает ежедневно с 9 до 18.00, в том числе и в воскресенье мы обслуживаем это население по обеспечению медицинскими препаратами, продуктами первой необходимости. В Юровицком соборе приступили до долгачаканных работ по ягу одновлении. По кулям терминах их закончение казать рано. Важно все зарабить якосно, а для этого, зразумело, потребуется час. Знаковый для региона помник архитектуры, яким окшиму доволи худко по устане в своем первом початковом выгляде, наведал Дмитрий Котов. Юровицкий монастир был побудованный на приконце 17-го стагодзя. С початку это был обычный дровляный дом. И он был сделан для захования иконы Божьей Мати, которая отрапилась сюда с территории тагочасной Украины. Увесь час как мясовые жихары, так и гости отшевали чудотворную силу иконы. Люди ощущают эту защиту. На самом деле ощущают. То есть никакие катаклизмы, кроме человеческого равнодушия, не нанесли вреда даже этому комплексу. И только человеческое равнодушие сделало свое дело уже в 20-м веке, в советские времена. Отечественная война, причем с его самым мощным боем по освобождению Каринкельского и Музырских районов под названием операция Багратион, не нанесли вреда совершенно этому месту. В 19-м ста годе икона была вывезена. Счёни она находится у Кракови. На ей мессе у Юровича засталась докладная копия, однако и она была сгублена в 20-м ста годе. И всё же Божья Мать не покинула это место в 20-м годе в Нижнем храме была знайдена иншая копия. С ее заявлением повстала надея и находка и отражения храма. Начаток ремонтных работ к рыху затягнулся. Первый этап начался только в минулом году, а уже в этом стало зрозумело, что за справу взялись серьезно. Собором и оградой занимаются государства, Министерство культуры, дальневое строительство, реставрация и областного республиканских бюджетов. И в этом году уже неплохо выделили приличную сумму для того, чтобы сдвинуть это с мертвой точки. С подшатку необходимо привезти в парадок фасад и подвести коммуникации. А уже после будовники дойдут до внутренних работ. Сказать про термины зараз заучасно. Головное, что выделены сродки и есть жадание отродить этот храм. Уникальный помник архитектуры и религии. Это архитектура очень похожа на архитектуру Бартоломеева и Франческо Растрелли в Санкт-Петербурге. Я когда видел Смольный собор в Питере что-то родное почувствовал такое все. С нетерпением просто жду когда здесь закончатся реставрационные работы. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Калинковицкий район. Подведены выники первого сезона онлайн-проекта для школьников «Клевые каникулы». В финал вышли 300 удельников, которые за неделю выполнили все задания. В другой сезон включились новые удельники. Онлайн-проект для школьников «Клевые каникулы» организованы на плясовках БРСМ и БРПА в социальной сетке ВКонтакте. Переможцы первого и самые активные удельники другого сезона будут отзначены подарунками. Полотна у вышитых узор. У Центральной городской библиотеки имя Герцена открыта выстава вышелки гомельского майстра Святланы Корбут. На ее представлено 18 работ выполненных Гладзю. Вся род их, сельские городские мотивы урозные часы года, а так само сюжеты по мотивах картин вядомых русских мастаков Левитана, Саурасова, Кустодьева. Вышелка гладью лишится вельми складанной, бо кожный шивок. Выбор узора и воссобления на полотне залежит от таленту майстра и его опыту. Светлана Корбут с Тульской области из детинства захоплялась живописом. Ее вышелки находятся у галереи Тульского отделения Союза Мостаков России и музея заповедника Куликова поля. Майстра удельничала у сборных и персональных выставок у России и Беларуси. Зараз Светлана живее и працуя в Гомельском районе. Дорожью совете за эпидемиологичные ситуации библиотека пропануя познайомиться с выставой не выходящей из дома на сайте установы и в социальных сетках. Там же пропануются и иншая цикавая информация и послуги. Если вы зайдете на наш сайт учреждения то вы обнаружите большое количество подборку ссылок на онлайн ресурсы воспользуясь земного шара воспользоваться развивающими программами. Для тех кто хотел бы продлить литературу но у него нет возможности прийти в библиотеки предлагаем воспользоваться нашим сервисом кабинет читателя опять же через наш сайт учреждения. Это иншая новина информация проектов телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tyvergomel.by На этом выпуске завершено усяго доброго до сестрешего эфира. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян Здравствуйте. Лжерелтор в Хойниках 44-летняя жительница города сдавала квартиру по фиктивному договору а деньги для арендодателя присваивала себе. Обманутой оказалась 76-летняя женщина после смерти сына у нее осталась квартира которую было решено сдавать в наем. Об этом узнала подозреваемая и предложила пенсионерке свои услуги. В квартиру пенсионерки на полгода заселились две девушки которые оплатили первые и последние месяцы аренды. Однако через несколько дней по требованию риэлтора они передали ей сумму за весь срок проживания. Подозреваемая не уведомила арендодателя о сделке и забрала деньги себе. Через некоторое время хозяйка квартиры заподозрила посредницу в обмане и обратилась в милицию. Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Знания по безопасности с доставкой на дом. Гомельское областное управление МЧС и Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста дали старт новому проекту. Не новость, что люди преклонного возраста, особенно одинокие, требуют постоянного внимания. Выполнять обычные для нас бытовые задачи, а также следить за безопасностью своего дома им сложнее. Теперь работники МЧС вместе с волонтерами Красного Креста будут доставлять пенсионерам на дом не только продукты питания и лекарства, но и наглядное пособие с полезными советами от спасателей. Гомельские оперативники пресекли деятельность четверых работников интернет-магазинов по продаже наркотиков. Сначала в Витебске, где вместе с местными коллегами задержали 27-летнюю жительницу города. У нее обнаружили список с местами закладок на территории советского района Гомеля и Жлобина. Затем на перроне железнодорожного вокзала нашего города правоохранители застали врасплох 23-летнюю гомельчанку. С собой у нее были электронные весы, фасовочные пакеты, изолента и полимерный пакет с 44-мя граммами синтетического наркотика. Выяснилось, что 23-летняя гомельчанка, потеряв связь с задержанным оператором, решила продолжить незаконную деятельность. Она устроилась на работу в еще один интернет-магазин. Выполнив задание по закладкам психотропов, ей поручили доставить оптовую партию запрещенного товара, а это более 50 грамм, из Минска в Гомель. Перед поездкой она разложила часть синтетика в тайнике в столице, остальное прихватила с собой. Позже стало известно о задержании наркоконтролем гомельчины еще двух розничных курьеров. Ребенок – главный пассажир. Таков девиз акции, организованной госавтоинспекцией. С 8 по 17 апреля на территории региона пройдут мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних пассажиров. За три месяца текущего года на территории Гомельской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Среди 11 ДТП три ДТП было из-за неправильной перевозки несовершеннолетних детей в транспортных средствах, в которых три ребенка получили травмы. Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей автомобиля должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка в возрасте до 5 лет. Сотрудники ГАИ напоминают об административной ответственности за несоблюдение правил перевозки детей в автотранспорте. Это все новости на сегодня. С вами был Николай Скинтиян. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале «Беларусь4Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Определена символическая сборная третьего тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В числе 11 лучших два игрока Мозырьской Славии. Никита Мельников во второй раз в команде тура. Форвард поучаствовал в обоих голах забитых ворота Брестского «Динамо». За снос в штрафной Мельникова был назначен пенальти в ворота Брещан. Позже, после удара форварда, Котлеров добил мяч ворота «Динамо». Геройство в воротах Михаила Барановского помогло Мозырьскому коллективу удержать победный счет. Напомню, что голкипер Славии признан лучшим игроком третьего тура. На днях Гомельский локомотив, выступающий в первой лиге футбольного чемпионата, представил новичков. Ряды железнодорожников на правах аренды пополнил Владислав Балашевич. 19-летний защитник минувший сезон провел в рядах молодежной команды Гродненского «Немана» и отметился одним забитым голом. Укрепить оборону локомотива призванный россиянин Илья Шабанов. Четыре сезона 22-летний футболист провел в дублирующем составе Казанского «Рубина». Год играл в клубе российской ПФЛ Сызрен-2013. В минувшем сезоне игрок выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Чехии за клуб Селья и Бела. Гомельский эко-марафон состоится осенью. Традиционно этот легкоатлетический фест, собирающий тысячи любителей бега из Белоруссии и зарубежья, проходит весной. В нынешнем году мероприятие было запланировано на 26 апреля. В связи с пандемией коронавируса Белорусская Федерация Легкой Атлетики приняла решение перенести эко-марафон. Экологический забег состоится осенью. Дату БФЛА назовет позже. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры создавал DimaTorzok